так пацаны всем доброго дня сижу пилю я видос значит для вас и тут такая бах новость вообще 20 октября 2017 года вступает в силу новый регламент гибдд приказ мвд номер 664 которые заменит регламент 185 чем в общем нам он грозит это просто капец друзья я вообще все выписал для себя основные здесь у меня 10 пунктов до сейчас порылся в интернете народ бурлит прям вообще хочу сказать так что этот регламент в основном защищает сотрудников гибдд и ужесточает различного рода ответственности слежения за нами с вами простыми водителями но скажем так иногда этого мы просто заслужили потому что некоторые троллит инспекторов и делать этого не стоит в общем друзья давайте все по порядку давайте вот пройдемся с 1 по 10 пункт первое камера контроль за скоростью можно ставить будет где угодно ранее был запрет на установку автоматических камер зоне действий временных ограничений этот пункт больше всего вызывал вопрос а что если гаишники сами начнут на трассе ставить знаки 40 и потом присылать вам штрафы по почте для улучшения статистики в гбдд уверяет что перегибов быть не должно камера будет штрафовать только во время проведения ремонта а если он по бумагам закончился такие письма счастья приходить не будут даже если камеру не убрали там и знаки не убрали и так далее также не запрещается ставить камеры в салоне автомобиля в кустах и так далее однако как говорит нам регламент машину должно быть видно но если ведется ремонт дороги ослабление есть но если ведется ремонт дороги или как бы аварийные участки автомобиль может быть скрыт при помощи рельефа местности например там за поворотами за пригорками и прочими объектами инфраструктуры вот все мне писали да блин зачем нам различные там анти радары езди не нарушай там и так далее а вот теперь друзья смотрите знак 40 вы его не увидели а стоит такой предприимчивый сотрудник гбдд где-нибудь на аварийном участке где который ремонтирует спрятался и стреляет вас я не знаю камерами или радар-детектором и все и вы попали теперь вот как я считаю продажи анти радаров и просто всяких комбоустройств вырастут в разы так что смотрите у меня на канале полной всем нытиком которыми говорят ой ты продался там друзья для вас тестирую чтобы нормальную технику покупали второе инспектор получили возможность останавливать водителей для проверки где угодно ранее они могли делать это только на постах в общем-то смысл какой сейчас говорят что за последние годы число постов у нас сократилось три раза а машины останавливать нужно для проверки там для всякой террористической проверки так далее поэтому теперь разрешили машины останавливать где угодно ну по мнению скажем так инспектор это также как бы минус то есть часто выкобениваться не получится раньше вот многие выкобенивались как если вас не на стационарном посту останавливает сотрудники беды сразу убегали с камерами начинали домой бодаться с ним и так далее сейчас такое уже не пройдет то есть где хочешь он может вас остановить третье в регламенте больше не написано что инспектор не должен препятствовать видеосъемке общение с водителем то есть он вам может ее запретить и это также вызвало массу вопросов с одной стороны закон по-прежнему не мешает снимать инспектора но что делать если офицер ночью на трассе потребует убрать смартфон или стереть запись не будет ли водителю вменять после этого нарушения статьи 19.3 коап не выполнение требований сотрудника а здесь штраф 500 тысяч рублей или 15 суток по 19.3 вы запросто можете вообще схлопотать в общем в гибдд говорят что инспектор будет просить прекратить съемку если только водитель начинает ему мешать или например в зоне проведения контртеррористических операций то есть друзья как это будет работать у нас теперь в россии раньше если вы могли беспрепятственно да там поворачивать всякие видео гаджеты телефоны там да то сейчас если вы повернули сотрудник говорит отверни от меня не снимай меня все убирать и по сути вам прав вообще капец просто так ну четвертое сотрудники гбдд могут теперь вас снимать использовать специальные технические средства принадлежащие не только органам но и муниципальным учреждениям делать в основном и для того чтобы привлечь частных инвесторов для съемки и введения видеонаблюдения как сейчас есть во многих работающих компании в москве и и пригородах ну то есть сами гибддшники не справляются за кубкой ну полицейские до закупкой скажем так вот техники и привлекают ну как бы инвесторов которые тоже имеют какую-то заинтересованность они ставят эти камеры так далее теперь это все на законном уровне пятое справок о дтп выдавать больше не будут водитель после аварии станут получать только копии протоколов и постановлений очень надеемся что и страховые компании прекратят их требовать ибо в законе об осаго эта норма все еще присутствует как и во многих правилах компании и в случае полисов каска так что друзья сейчас скорее всего будем бороться мы с осаго при дтп и так друзья шестое документы для проверки надо будет передавать не только без обложки но и без удерживающих устройств например цепочек там всяких карабинов и так далее я знаю многие боролись с инспекторами вот всякими цепочками пристегивали там свидетельство о регистрации технического средства свои права там пристегивали и сотруднику давали на этой цепочке сейчас это все в законе прописано то есть сейчас этого делать нельзя нужно представлять только вот так вот развернули без обложек без всего и дали сотрудника седьмое нормы о запрете курение в новом регламенте нет то есть сотрудники бдд по сути может курить при вас то есть останавливает и может курить также было это много вопросов однако нужно понимать что это не означает что инспектор может дымить в лицо водитель какой-то сигареты запрет на курение при общении с людьми есть кодеке кодексе этики поведения госслужащих а вот инспектор должен вести себя с водителем культурно не хамить не грубить не ругаться матом и даже не быть заносчивым а еще инспектор должен воздерживаться от высказывания дискриминалиционного характера которые связанные с признаками пола возраст национальности так далее то есть за фразы стива стиле бабы за рулем он может по-любому ответить то есть но не знаете скорее всего когда вас останавливает сотрудник гибдд и вы идете к нему в машину то он машине может сидеть курить запросто и по сути вы за это наказать его никак не может выйти по первому требованию 8 пункт сейчас инспектор может вас попросить выйти из автомобиля по первому требу не если ему покажется что вы находите состояние алкогольного или наркотического опьянения то есть раньше если вы сидели в машине он к вам подходила ему давали свои права там да и документы то сейчас он может попросить вас выйти из автомобиля вы не можете отказаться по первому требованию 9 друзья если водители отвезли до медицинского освидетельствования к посту гибдд и выяснилось что он трезвый то его обязаны доставить обратно к машине норма была и ранее но она касалась ситуации когда водители доставляли медицинское учреждение а теперь то есть машина остается у вас везли медицинское освидетельствование произошло вы не пьяный вас должны обязательно к машине обратно отвезти 10 друзья прописано что водитель может показывать не только бумажный поле с осаго ну электронную распечатку вот это вот важно это правило действовало и раньше но сотрудники с этим боя бодались постоянно там варьировали туда-сюда но сейчас это специально прописали в регламенте так что можете говорить это сотруднику гибдд и он по сути не может скажем так этому воспрепятствовать никак ну как видите друзья что допрыгались до гайки закручиваются единственное что вот для водителя я хочу сказать это то что у вас от машины к машине везут это что вы электронные поле сможете собой возить остальное все защищает сотрудника гибдд я считаю что это случилось из-за троллей которые узнаете вот сейчас у нас дохера умных в интернете да которые там на цепочку пристегивают которые сами лезут задираются там до к сотруднику которые там доказывают какой он умный как он неправ там и так далее тому подобное я не защищаю сейчас сотрудников гибдд особенно меня в этом регламенте раздражает что теперь опять они могут прятаться там разных по кустам что они могут останавливать водителя где угодно по сути все возвращается на круги своя и меня это тоже блин как-то немного угнетает ну что друзья вот такой вот регламент и действует он сегодняшнего дня и так что это реально пипец так что будьте внимательны я решил друзья снимать вот такие вот небольшие рубрики то есть будем освещать всякие новости автомобилей новинки новости закон и так далее если вам понравилось пишите там понравился серёг продолжай давай продолжает рубрику если не понравилось тоже пишите не надо эту рубрику дело там и так далее на этом все друзья всем пока будьте внимательны если что я вас буду предупреждать на этом все. Подписывайтесь на канал. Будет еще много интересных новостей.